Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, это передача о мелочах из жизни. Новый 2021 год, новые надежды, тема нашей сегодняшней передачи. У меня гости Юлия Алеева, астролог, а также Гарипова Эльвира, декоратор праздничного сервиса. И сейчас мы вам все расскажем и покажем. Ой, девочки, 2020 год был очень сложным и непростым. У кого-то нет здоровья, у кого-то нет настроения. Вот как же нам встречать Новый год? Я думаю, что нам категорически обязательно нужно встречать Новый год на позитиве, потому что все мы очень устали порядком от года крысы, у нас накопилось напряжение, и поэтому нужно внести что-то такое позитивное, очень яркое, какие-то новые впечатления. Потому что если еще не встречать Новый год, ну просто как встречать тогда нам быка? Я очень рекомендую что-то такое сделать, чтобы вас порадовало на Новый год. То есть обязательно вам встречать, обязательно какой-то яркий праздник себе устроить. Даже если нет настроения, даже если вдруг люди одни, одинокие, но все равно как-то себя порадовать именно? Обязательно, потому что мы сейчас живем в периоде без огня, да, то есть огонь это яркость, это праздник, это позитив, это радость. У нас этого и так сейчас мало в нашей жизни, и нам нужно обязательно привносить это самим, обязательно. Сам себе не поможет, никто не поможет, да? Как обычно. Эльвиры? Ну, Новый год, конечно, надо встречать настроение, мы сами себя создаем. И Новый год, особенно 21-й, наверное, это некий разряд энергии после всех таких запретов. Вот, поэтому, конечно, надо. Вы тоже за, что обязательно готовиться, не пропускать это. Конечно, да, мужественное время готовиться, елку дома поставили. Молодцы. Юлия, ну так какой же год нас ждет? Ну, смотрите, во-первых, после того, как крыса у нас навела тут такого беспорядка в делах, да, в 20-м году, можно сказать, что год быка, он будет более спокойный в любом случае, то есть не будет вот этой нервозности, не будет такого сильного напряжения, мы все чуть-чуть успокоимся. Бык у нас вообще животное медленное, он такой достаточно плавный, да, достаточно такой обстоятельный, медлительный. И год тоже будет такой немножко у нас тягучий, вязкий, то есть больше мы будем концентрироваться на работе, то есть бык у нас струженик, он трудоголик, он покровительствует людям, которые много работают, которые трудятся, людям ответственным, дисциплинированным, людям, которые привыкли добиваться поставленных целей. И поэтому, конечно, у нас в приоритете будет стоять сфера работы в 21-м году. И год покровительствует руководителям, год покровительствует людям, которые привыкли жить по плану. То есть вот можно уже сегодня планировать там свою жизнь на год, да, то есть вести какой-то из себя, может быть, зарядку, может быть, временные рамки. То есть бык очень не любит расхлябанность, он не любит безответственность, ему нужно, чтобы все было так вот обстоятельно, основательно, четко и с приложением усилий. То есть где-то можно сказать, что год нас загрузит работой, наверное, да, то есть ее будет действительно много. Ничего просто легко не будет даваться. Все-таки у нас пандемия 20-го года, многие сферы завела в стагнацию, и поэтому нам придется разгребать, да. Вот очень хорошая такая вот поговорка. Крыса пришла, говорит, я вам тут дело натворила, бык такой, ну а нам разгребать, да. То есть вот мы будем разгребать все это. И нельзя сказать, что год такой будет прорывной, что, да, там экономический рост, подъем какой-то ожидать. Нет. Год будет такой плавный, спокойный, все так вот постепенно будем добиваться целей. Какая же награда будет за все наши труды? Работа, работа, а как же деньги? Какое вознаграждение? Деньги, да. Путешествие? Ну, у нас приходит металлический бык. Металл – это энергия и денег. Кто потрудится много, тот получит и бонусы. А получит много? Вот вы знаете, у быка есть один секрет в 21-м году. То есть в быке у нас содержится звезда хранилища, это золотой сундук, и многие люди получат какие-то неплохие премии за свои заслуги, за вот именно то, что они вкладывались в работу, да. Могут получить какие-то бонусы, могут сделать неплохие вложения. Кстати, в 21-м году кто-то может получить наследство. То есть у нас открывается сундук с деньгами, но чтобы его открыть, нужно будет постараться и попотеть. То есть это должна быть четкая цель или это что-то внезапное, что человек не ожидает? У кого-то это будет четкая цель, а у кого-то это будет действительно что-то внезапное, что может свалиться на голову. Как с путешествиями? Или все будут только на работах? Ну, у нас мало энергии огня, как я сказала, и мало дерева. Дерево – это движение, дерево – это путешествие, поэтому, конечно, ожидать, вот, например, в туризме, да, какого-то пика роста путешествий, открытие границ таких вот основательного нельзя в 21-м году. Но я думаю, что все равно будет полегче, да, то есть все равно какие-то вылазки мы сможем делать, да, то есть куда-то съездить, отдохнуть всегда. Хорошо. Что тогда с нашим счастьем, с любовью на этих фронтах? С любовью? Ну, бык у нас животное, скажем так, нелюбвеобильное особо. Он ценит больше такие традиционные отношения. Бык-консерватор, да, вот что касается Романа. В 21-м году это у нас не крыса. Крыса была более такая романтичная, бык более серьезный, и он любит, чтобы отношения медленно начинались, плавно развивались, все основательно, но уж надолго. То есть браки, заключенные в 21-м году, они такие, как бы, распланированные на долгосрочную перспективу, стабильные, основательные, вот такие вот, серьезные. То есть будут цениться серьезные отношения, будут цениться люди, которые готовы прийти на помощь, которые окажут поддержку. Мужчины, да, то есть и женщины, которые такие, ну, где-то с остромодными взглядами на жизнь, скажем так. Потому что бык, ну, он немножко остромодный. Он любит, чтобы был вот все такой вот, ну, как бы, муж, жена традиционно, без всяких таких вот, ну, как бы, излишиц, скажем так. Вот. Поэтому на какие-то такие яркие, головокружительные и авантюрные романы год не будет богат. Юлия, значит ли это, что год быка будет приносить людям именно вот таких людей, которые готовы для каких-то серьезных отношений? Ну, можно и так сказать, да. То есть обращайте внимание на людей, серьезно занятых в своей профессии. Вот любовь можно будет встретить на работе, где-то в рабочем коллективе, да, где-то вот в связи там с какими-то вопросами, которые вы решаете деловыми вопросами, например, или бумажными делами. Поэтому да, почему нет, вполне. То есть в любом случае, любовь-то придет, да, к тем, к кому она должна прийти. Но просто вопрос в том, что люди сами, бык-интроверт, он не очень впускает в свою жизнь вот новых людей. И поэтому мы не очень будем открыты к новым знакомствам. То есть все-таки будет присутствовать вот эта вот некая, ну, немножко разобщенность, может, дистанция, которая повлияла на нас в 20-м году, да, то есть все-таки вот эти вот моменты пандемии. И это хорошо, значит, просто лишние люди меньше будут нас окружать. Вот и все. Останутся только те, кто действительно нам нужны. Да, отсеются лишние какие-то ненужные связи. Вот бык, он действительно, он любит проверенные связи, он любит людей, кто годами в его кругу общения находится, с кем он уже знает. Это могут быть, кстати, какие-то старые друзья, старые связи, да, кто вновь всплывет, и вы с ними там можете построить любовь вдруг. Спасибо. Эльвира, скажите, пожалуйста, вы у нас декоратор праздничного сервиса. Вот как 20-й год, он сказался, меньше ли заказов, вот этих всех праздников, как вообще общее настроение у людей? Общее настроение замечательное. Все готовятся к Новому году. На заявках, конечно, слегка сказалось, не скажу, что прям очень сильно. Все равно дети ходят в школу, в садики. Есть такие моменты, то, что в классах оформление, не именно общую елку, например, оформляют. В классах, в группах, локальные такие оформления. Хорошо, то есть люди готовы, да, с оптимизмом, с радостью? Да, конечно. Молодцы. Юлия, скажите нам, пожалуйста, как же нам нужно встретить наш 21-й год, чтобы не обидеть бычка? Ну, конечно, в первую очередь мы поговорим про новогодний стол, наверное, да. То есть бык у нас животное простое, поэтому я думаю, что хозяйкам не стоит заморачиваться с какими-то там экзотическими блюдами, что-то там такое придумывать, выдумывать. Все должно быть просто. Бык у нас любит овощи. Например, можно приготовить что-то из картофеля, да, можно там свекольные салаты, капустные салаты, побольше зелени добавлять. Я бы не рекомендовала перегружать новогодний стол калориями, потому что приходит такая сильная энергия земли, и у нас по желудочно-кишечному тракту в следующем году есть некие нюансы. То есть нам нужно беречь желудок. Нам нужно, чтобы пища была достаточно легкой. То есть больше овощей, больше зелени, меньше жирного, мучного, сладкого, такой вот тяжелой еды, постарайтесь поменьше положить на праздничный стол. Также бык у нас любит десерты. Можно добавлять фруктовые какие-то нарезки, ягодные что-то, такие десертики тоже, опять же, не очень сильно калорийные, там что-то с творогом. А говядину можно? Ну, нежелательно запекать говядину. Что из мясных можно на стол? Я бы отдала предпочтение курице, индейке, можно там запечь гуся, утку, там, например, с овощами желательно комбинировать. Ну, на гарнир можно каши, да, то есть гречку мы копили-копили весь 20-й год, вот. Ну, можно плов, что-то такое там, комбинируйте как-то. Самое главное, чтобы была зелень, и можно добавлять яркости. Ну, вот, кстати, насчет красного цвета, да, все-таки можно красный цвет добавлять слегка, комбинировать, потому что это же радость, это яркость. Хоть бык не очень любит. Во что бы вы советовали добавить этот цвет? Именно про украшение елки вы говорите? Или про стоп? Вообще, это может быть и на новогоднем столе, это может быть и в образе в новогоднем, да, то есть в одежду можно... Да, и вообще в интерьер тоже, в принципе, можно добавить. А вот какие тогда цвета лучше добавлять себе? Что любит бык? Можно добавить оранжевого цвета, можно добавить желтого цвета, можно добавить голубого, зеленого. То есть я исхожу с точки зрения энергии, да, по фэншуй, по бадзи, потому что у нас есть энергии, которые преобладают, есть те, которых не достает. Вот именно не достает у нас огня, то есть красного, дерева зеленого, и воду можно тоже добавлять, это голубой цвет, да. Вот сочетание всех этих цветов можно добавлять, потому что у нас металла и земли, коричневых и белых оттенков, там золотистых, серебристых, их и так много, в принципе, да, но это вот с точки зрения китайской метафизики добавляется так энергии. Но, может быть, у стилистов, у декораторов есть свой взгляд на это. Что у нас из напитков, Юля? Из напитков бык не любит сильно выпивших людей, да, то есть крепкий алкоголь не особо приветствуется. Если вы там можете поставить, да, чуть-чуть, но по чуть-чуть, не сильно много. Бык у нас больше отдает предпочтение морсам, компотам каким-то таким, вот тоже, опять же, экзотических коктейлей готовить я не рекомендую, что-то простое. Вот даже можно поставить на стол то, что вы запасали весь год. Бык запасливый, это могут быть соленья, варенья, грибочки, ну и какие-то там свои, там, не знаю, компотики, что-то такое, морсики. Для здоровья, кстати, тоже очень полезно. Вот, кстати, про здоровье нам скажите, какой год будет это, немаловажно? Ну, по здоровью год, скажем так, больше у нас делает акцент на желудочно-кишечный тракт, дыхательная система также пока у нас остается в минусе чуть-чуть, да, но уже не так серьезно, как это было в 2020 году. Я бы советовала что? Я бы советовала больше двигаться. Год достаточно медленный в плане движения, то есть нам не будет хотеться больше гулять. То есть многие люди могут поймать какое-то апатичное настроение даже, да, то есть никуда не выходить, о чем-то думать, мысли по кругу гонять, зацикливаться на каких-то вот мыслях. Я бы, наоборот, советовала себя вытаскивать из этого состояния, больше гулять, больше активности, больше каких-то какого-то движения. То есть трудиться не только на работе, но и всячески активно проводить время. Обязательно, обязательно. Чтобы нам не впасть в депрессию в этот год, да, нам нужно обязательно себя больше общаться, как бы не хотелось, да, но все равно там лишний раз позвонить, лишний раз с семьей куда-то выехать, там вот сейчас зима будет, на какие-то там лыжи, да. На свежем воздухе. Да, на свежем воздухе это обязательно. Я бы рекомендовала это делать, чтобы бык нас не задавил своей... Не разочаровал. Да, своей вот этой угрюмости, потому что животное такое достаточно все-таки, он весь в себе, он любит анализировать одно и то же, по несколько раз одно и то же. Поэтому добавлять немного некой легкости. Легкости, да. Легкости, мысли от себя лишние отсекать, да, кому-то, может быть, требуется, если даже с психологом пообщаться, если там как-то совсем припечатал. В общем, как обычно следить за своим внутренним и внешним состоянием. Да, да, но чуть больше сделать акцент вот на легкости и на позитиве. На позитиве. Спасибо. Эльвира, подскажите, пожалуйста, нашим зрителям, как же можно без затрат и быстро, легко украсить свой дом? Я подготовила два варианта. Первый – это подсвечники, которые можно сделать абсолютно из подручных средств. Можно их, да, посмотреть, потрогать. То есть вот как вариант взять любой фужер любого размера, то есть использовать вот такие елочки, шишечки. Можно их порокрасить. Но на данный момент это искусство. А, можно настоящее просто. Да, можно как бы использовать краску, аэрозоль покрасить и также игрушечки немножко накидать. Так, а здесь что вы просто приклеиваете? Да, да, я подготовила как раз заготовку. А, да, это нужно все перевернуть, получается. Да, вот так оставим, вот так мы наклеим. А что у вас там посыпано? Искусственный снег. Здорово. Вот, переворачиваем, то есть абсолютно как бы… Мне кажется, искусственный снег можно даже заменить чем-то. Бывает вот в посылках всячески, наполнители, бумажечки. Да, наполнители, бумага, да, любая, конфетти тоже. Все, что подойдет под снег, да? Все, что дома есть, можно все использовать. Красиво, очень красиво. И как бы можно создать такой венок. Тоже абсолютно из подручных средств. Это тоже все само делалось? Да, это просто веточки. Это настоящие веточки? Закрепили, да, веточки березовые, закрепили просто жгутиком, прокрасили краской аэрозольной и также наклеили шишечки. Шишки тоже настоящие? Да, и все, и новогодние игрушки опять-таки. Так, это тоже все наклей, да? Шарики все эти? Да, да, горячий клей. Ну, в принципе, можно ежегодно делать, создавать что-то новое, не нужно покупать и каждый год наслаждаться одним и тем же. Очень красиво. Вот, для разнообразия можно применить свою фантазию. Вы какие цвета предпочитаете? Свою фантазию. В украшения. К приметам я вообще отношусь нейтрально, Новый год он все-таки такой праздник, я предпочитаю все, чтобы было красиво, сильно. То есть вы не избегаете красный цвет? Нет, нет, ну в этом году нет. Все-таки хочется, Новый год, говорю, такой праздник, хочется создавать себе настроение, и чтобы не было в голове каких-то границ. Не ограничивайте себя ни в чем. С одной стороны, мне кажется, это очень даже правильно, да? Да. Скажите, пожалуйста, как вы загадываете желание? Может быть, что-то у вас есть какой-то такой рецепт, проверенный годами? Юлия? Ну, я рекомендую перед Новым годом составлять карту желаний. Карта желаний, она составляется по каждому сектору, то есть вы пишете какие-то желания, то есть это сектор работы, это здоровье, личная жизнь, и вы пишете вот самые свои такие заветные, сокровенные желания. Это 31 декабря нужно делать или когда? Можно делать пораньше. Вот у нас в этом году, у нас вчера, кстати, было солнечное затмение, и вот начиная с сегодняшнего дня и до 31-го можно составлять такую карту. Начиная с 15 декабря, да? Да, с 15 декабря до 31-го пишите себе, прописывайте цели, даже можно сделать ее в виде коллажа. По центру должна располагаться фотография ваша, и вырезки можно из журнала сделать, например, в сфере работы, как я иду по карьерной лестнице, в сфере финансов обязательно писать конкретные суммы, которые меня устроят в 2021 году, чего я хочу добиться, и можно нарисовать доллары, которые сыпятся. Вот так вот, то есть все это должно быть. Если путешествие, то картинка из путешествия. Из конкретного места или не обязательно? Не обязательно из конкретного места. Единственное, что когда вы прописываете личную жизнь, то есть мужчину из журнала любого не вырезаем, то есть лучше спиной его как-то. Вы сами представили себе образ, да, какой вам нужен мужчина, но просто вот пусть это будет фигура. Если дети, то то же самое? Дети, да, то же самое, дети, да, то есть просто это какие-то такие вот, ну, как бы образы детей или что-то написать можно, не обязательно там в картинках, вот, и также по сектору здоровья. Если здоровье, да, то, что мы там должны писать. А мы должны, мы можем свою фотографию туда приклеить, где мы такие счастливые, улыбаемся, и подписать там, например, я здоровы, у меня все в порядке. Без частицы нет. То есть не надо писать, что у меня ничего не болит, я не болею, да, я там пылаю здоровью. Только именно что-то все позитивное и утвердительное. Да, да, у меня все в порядке, да, то есть иммунитет мой на высоте, да, и здоровье укрепляется с каждым годом. Что-то такого можно написать. То есть по каждому сектору пропишите вот это все, и будет это все сбываться. Спасибо. Эльвира? Я живу силой мысли, мысли материальные. Я их всегда загадываю в желании. Не обязательно на Новый год, да? Не обязательно на Новый год. А на Новый год под бой курантов я наслаждаюсь моментом, ощущением счастья, семейным теплом. Спасибо. А я обычно на Новый год тоже под бой курантов. Загадываю желания и стараюсь с какими-то такими сложными, знаете, чтобы в одно желание можно было сразу несколько, до трех-пяти, чтобы все это сбылось. И многое, кстати, сбывается. Все-таки обязательно загадывайте желания, и они исполнятся, верьте в это. Согласна со мной? Да. Оставайтесь всегда красивыми, позитивными, с хорошим настроем, и все у вас будет замечательно. Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем всего самого-самого наилучшего, здоровья, любви, счастья, и увидимся с вами в следующем эфире. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова